Ну это просто хитрый ход. Вы сженились уже с ним? Нет? Пускай он сам его бил. Или он к ней возвращается и всех усыновляет, кого она там нарожала ему. Или он остается с вами и не усыновляет. Оставляет с собой только своих. Знаете, он у вас немножечко слабохарактерный, поэтому вы просто как бы молитесь за него, хорошо? Проблема в том, что вы пытаетесь за него решать вопрос, который он сам должен решать. В этом проблема ваша, а не его воспитывать его. Потому что ты не спрашивай меня об этих детей. Это твои проблемы, ты сам должен решать. Знаете, вам надо просто разобраться в этих отношениях. Сейчас бесполезно. Надо просто молиться, разбираться. То есть вы мне говорите, я люблю этого человека, но я не могу ему сказать сейчас, эй, она тебя любит, возвращайся. Это ваше отношение. Вы сейчас перекладываете на меня свои проблемы. Я не могу это решить. Это ваше отношение. Совет такой. Молиться и ждать, что будет дальше. Вы хотите немедленно, чтобы все вернулось, а он немедленно не возвращается. Потому что человек сейчас летается между двух огней. Он не выбрал то ли туда, то ли сюда. Но это значит, что вы ничего не сделаете. Вы молитесь и ждите, чтобы он выбрал. Когда он выберет, тогда все произойдет. Или он туда, и тогда до свидания. Или сюда, тогда здравствуй. Но вы мне говорите, знаете, о чем сейчас меня спрашиваете? Олег Геннадьевич, не надо мне это говорить. Я хочу только здравствуй. Так вот это и есть иллюзия. Потому что судьба не всегда говорит здравствуй. Нагляд говорит здравствуй, иногда прощает. Понятно? Олег Геннадьевич, вы же не так правильно говорите, все будут человеком. Сейчас мы будем об этом говорить. Сейчас у нас последняя часть. Я сейчас об этом скажу. Давайте заканчиваем уже, потому что мне надо за пять минут уже вообще все закончить, а мы еще должны сейчас тренинг проводить. Поэтому мы однозначно задержимся и это делать не слишком сильно. Поэтому давайте. Я, во-первых, очень благодарен вам всем за то, что вы здесь со мной и за эту прекрасную беседу, потому что вы благословили меня вот этой лекцией, то есть вы были очень открыты, доброжелательны ко мне. И у нас получилась такая легкая, необычная та лекция была, легкая такая, ненавязчивая беседа. Мы с вами общались, каждый зал рассказывался. У нас как семья большая была, и 700 человек здесь. Итак, как молиться и как настрой вот этот читать – это одно и то же. Мы сейчас об этом две минутки скажем и будем дальше тренироваться. Потому что только в тренировке понятно становится, как молиться и как это делать. Пытайтесь сейчас понять одну простую вещь. Что только практика создает правила. Вот в данном случае. Обычно в жизни человек сначала должен выучиться что-то делать, он должен сначала выучиться быть хирургом, чтобы потом делать операцию. Но здесь совсем другое. Только практика создает правила. Вы когда начнете молиться, вы потом с помощью этой молитвы и узнаете, как вам, конкретно вам молиться. Потому что у каждого человека абсолютно все индивидуально. Я вам сейчас расскажу ту практику, которую я совершаю, которая не дает силы. Но это всего лишь для вас повод попробовать так же. А потом у вас будет все равно все свое. Первое, что я делаю – я включаю голос возвышенного человека, который вместе со мной рядом по диктофону читает молитвы. Когда я вместе с ним это делаю, я получаю от него вдохновение. Необходимо мне три от того, чтобы концентрироваться. Я сижу неподвижно, потому что когда человек сидит неподвижно, концентрация очень сильно вас растает. Следующее правило. Я ставлю перед собой изображение, то есть то, что я считаю святым. Это может быть священное писание, может быть молитва написанная, может быть изображение святого человека, может быть изображение Иисуса Христа, допустим, Богородицы и так далее. То есть это то, что вы считаете святым. Дальше что вы делаете? Вы повторяете ту молитву, в которой вы верите. И кланяете святому человеку с целью получить с ним близкие отношения. Близкие отношения со святым человеком не означают, что он будет выполнять мои желания. Близкие отношения со святым человеком означают, что я хочу ему служить. Не важно, останется со мной этот человек или не останется. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я хочу отвлечься от своей ситуации с жизнью. Я устала быть рабовыми своих желаний. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Пожалуйста, покажи мне свою чистоту. Я хочу отдавать это другим людям. Я желаю всем счастья. Вот сейчас не буду повторять. Я желаю всем счастья. Это уже как результат вот этого внутреннего состояния. Я хочу тебе служить, поэтому я желаю всем счастья от твоего имени. Своим настроением, а не с моим. Как только человек отвлекается от себя самого, так только и он начинает заниматься духовной практикой. Потому что духовная практика никогда не бывает в сфере моих желаний. Она бывает только в сфере служения. И в сфере служения можно пойти только по милости чистого и возвышенного человека. Вот такой путь человек должен проделать для того, чтобы отвлечься от своей судьбы и так ее победить. Потому что победить свою судьбу можно только со стороны. Как только человек отвлекается от своей судьбы, он уже знает, что делать с этого момента. А если он будет продолжать дальше молитву, то Бог даст ему еще и силу это все сделать. Понятно, да, как работать с ним? Все серебряные. Давайте проведем этот тренинг. Сейчас надо спокойно повторять «Я желаю всем счастья» и настраиваться на то, о чем мы говорили. Так вы сможете узнать, как молиться постепенно, со временем. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Любви. Духовного знания. Всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все впереди. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Продолжение следует...